17 ноября день иннокентия великого назван честь преподобного отца иннокентия великого ребенком он пас домашний скот и уже тогда усердно молился целыми днями стоял он в каком-либо уединенном месте и молился богу когда он удалялся на молитву то осенял стадо крестным знамением и стадо никуда не расходилось его не расхищали ни звери не воры в дальнейшем он был отличным воином но согласно божьему промыслу оставил все и стал пустынно с жителем сегодняшний день имеет название день романа и платона народе считали его опасным старались без особой нужды не выходить из дома и не начинать никаких дел и все из-за того что сегодня все духи выходили на свободу и пытались проникнуть в избу чтобы взять угля из печки чтобы этого не допустить проводилось большое количество разнообразных обрядов вообще сегодня не давали никому огня если дашь то нечистая сила заберет домашнее счастье и благополучие вместе с углями и кстати духи предпочитали селиться в домах и избах которых двери не закрыты поэтому крестьяне сегодня запирали двери и не приглашали никого в гости однако молодежь игнорировала запреты и собиралась шумные компании парни и девушки веселились и иногда до самого рассвета приметы сегодня нельзя ничего выносить из дома счастье потеряешь сегодня нельзя никому давать денег взаймы сегодня нужно начертить кресты над дверями и окнами помощью мела чтобы не чистая сила в дом не проникла от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины и она не чистая сила не проникнет не следует сегодня играть свадьбы заключать сделки или судиться знакомиться с новыми людьми все будет неудачным если у вас есть подозрение что у мужа есть любовница не отпускайте его сегодня никуда и он вновь станет верным если синица прилетела к жилью и здесь допела это к снегу если синица молча летает под окном это холоду удача летает под окном это холода и удача летает под окном это холода и удача летает